О, моя мать, если бы твоя жизнь была в моих руках, я бы продлил её, но жизнь твоя во власти, Господа моего, так хватает ли тебе моей любви? Мать — это постоянная любовь, которая не претерпевает изменения. Все, кто вокруг тебя, подвержены изменениям, кроме твоей матери. Все, кто вокруг тебя, могут покинуть тебя, кроме твоей матери. Каждый из окружающих способен оставить тебя в беде, кроме твоей матери, которую никто не способен заменить в этой жизни, и которая была создана лишь раз, и не оспорить тебе это. Мать была создана лишь раз. Сколько она не спала ради твоего отдыха? И как она уставала ради того, чтобы ты поспал и набрался сил? Разве ты не помнишь? Разве ты не помнишь день, когда уснул без одеяла? А проснулся под ним? Разве ты не помнишь день, когда, проснувшись, ты нашёл пищу возле себя? Кто же готовил её тогда? Скажи мне, кто её готовил? Помнишь, когда ты был совсем ещё ребёнком, учащимся в школе, она будила тебя по утрам? Она бодрствовала уже с самой утренней молитвы, чтобы ты мог поспать и чтобы разбудить тебя вовремя. Затем она помогала тебе одеться. А после того, как ты выходил из дому, она не оставляла тебя, а оставалась стоять у двери, пока ты не дойдёшь до конца улицы и не скроешься из виду. И она не знала сна, пока ты не пройдёшь всю улицу. Разве ты забыл всё это? Разве ты всё это забыл? О, моя мать! Возьми часть моего здоровья и не болей! Возьми часть моего отдыха и не уставай! Возьми часть моих улыбок и не плачь! Возьми часть моих радостей и не печалься! Уважаемые слушатели! Мать — это тот человек, о котором дал завет сам Господь Небес и Земли. Что же делают сегодня молодые люди со своими матерями? Как поступают зрелые мужчины сегодня со своими матерями? Более того, некоторые юноши видятся со своими матерями только на важных мероприятиях. Они с головой уходят в телевизор или свой телефон. Клянусь Аллахом! Некоторые из нас, если не большинство, видят экраны своего телефона чаще, чем мать. И он посещает страницу за страницей в интернете намного чаще, чем возвращается к воспоминаниям и улыбкам рядом со своей матерью. А некоторые смотрят на своих друзей и товарищей, коллег по работе, и улыбаются им. Но когда приходят домой, то лишь отвечают своим матерям на приветствие и больше с ними не разговаривают.